Как бы ни лопалось башкирское спутниковое телевидение от восторга, рассказывая о мифических достижениях Хабирова и его команды, об отцовской заботе о тая всех башкир, о своем народе, суровая реальность и статистика расставляют все по своим местам. На минувшей неделе была опубликована статистика о смертности в Республике Башкортостан за первое полугодие 2024 года. И эта статистика говорит нам о том, что жители Башкири вымирают с рекордной скоростью на 6,5% быстрее, чем за тот же период 2023 года. За 6 месяцев текущего года умерло 25 709 человек. Это на 1574 человека больше, чем в 2023 году за тот же период года. При этом в Российской Федерации в среднем этот показатель, внимание, в два раза ниже, чем в Башкортостане. А именно показатель смертности и рождаемости по региону важнейший критерий качества работы губернаторов. И об этом многократно говорил Владимир Путин. И этот самый критерий оглушительно провален Радием Хабировым, пытающимся остаться на второй срок правления в Республике Башкортостан. И еще одно соображение по поводу статистики смертности в Республике. При рекордном количестве умирающих на территории и рекордном количестве уезжающих из региона в поисках лучшей жизни, разве незакономерно выглядит рекордно низкий уровень безработицы, которым так яростно гордится Ленар Иванова? Дело здесь вовсе не в чудесно устроенном рынке труда, скорее всего. Дело в том, что в Башкортостане попросту некому работать. Не забывайте, пожалуйста, о необходимости регулярно помогать материально нашему каналу. Именно Ваша материальная помощь помогла в последнее время преодолеть нашему каналу очень непростые времена. А помочь нашему каналу на любую сумму можно очень просто. Через расчетный счет, который мы сейчас Вам демонстрируем на экране, и который Вы можете найти в описании под каждым видео на нашем YouTube-канале, а также в Telegram-канале «Открытая политика» и на странице ВКонтакте «Открытая политика». Помните, помогать каналу «Открытая политика» нужно, можно, полезно и абсолютно безопасно. На минувшей неделе средства массовой информации просочились многочисленные сливы из различных органов власти о том, что Хабиров и его команда всерьез размышляют о фактической отмене празднования юбилея Уфы, который и так отложили на два с половиной месяца с целью превратить предвыборный перформанс в восхваление успехов дорогого радио Фаритовича и тем самым попытаться усилить позицию Хабирова перед выборами. Но, тем не менее, собрать хоть в сколько-нибудь осязаемую кучку успехи Хабирова и его команды так и не удалось. Пресловутый дворец борьбы стоит в строительных лесах, грибной канал отчетливо не готов, проезд Кузнецовского затона вообще не завершенный, конца края работам не видно, корпус кардиологического центра достроить не смогли в срок и много раз переносили сроки сдачи, ну и, собственно, весь город Уфу закопать так и не успели. Ну, да и прочие десятки начинаний, которые были с помпой объявлены от имени радио Хабирова, так, в общем-то, и не завершены. Ко всему прочему, ни один маломальский федеральный чиновник не дал своего согласия на то, чтобы присутствовать на этом громко заявленном юбилее города. И тут на помощь тонущему кораблю хабировской агитации, как обычно, пришел черный лебедь. Ведь можно сделать коробное лицо, вскочить на исхудавшую лошадку патриотизма и заявить, не время нынче праздновать, когда коварный враг топчет натовскими сапогами курскую землю. Но вот ведь незадача. Сам федеральный центр старается не драматизировать события в Курской области. И даже Владимир Путин называет происходящее там всего лишь масштабной провокацией. И если Хабиров отменит запланированное торжество, Москва вполне может расценить это как некое паникерство и попытку посеять в мерцающем сознании жителей Башкортостана панику, тревогу и пристальное внимание к тому, что в целом происходит в стране. А Кремлю такое категорически не нужно. Того и гляди, Хабиров, лишив уфимцев очередного удалого шабаша с Исаулом на сцене, вызовет у населения способность к анализу или критическому мышлению, не дай бог. Нет, нет, такое нам совершенно ни к чему. Так или иначе, но процесс сворачивания светлого праздника 450-летия города Уфы уже запущен. На данный момент отказались от салютов, отменили звездных пенсионеров. Кстати говоря, аванс им уже выплатили или как? Ну и пересмотрели в сторону сокращения, собственно, всю программу юбилея. Повторюсь, бродят мысли о том, чтобы этот юбилей и вовсе свернуть, отменить и провести формально. В качестве пилотного проекта и теста по отмене этого празднования отменили день города в Кумертау. Видимо, замеряют мнение населения, как это отразится в душах жителей Кумертау, насколько они согласны с тем, что в такой напряженный момент не время праздновать. В ситуации, когда Ютуб в России придушен наполовину, и велика вероятность его полного удушения в России, особенно важно сохранять доступ к объективной информации. Потому срочно подпишитесь на телеграм-канал «Открытая политика», вступите в группу «Открытая политика» ВКонтакте. На этих обоих ресурсах мы уже начали дублировать все материалы нашего Ютуб-канала. Не оставайтесь с телевизором наедине надолго, потому что это, по всей видимости, опасно для вашего ментального здоровья. Мой давний соратник по борьбе с витринными мельницами, депутат Государственной Думы Виталий Милонов, потребовал объяснить разовые 500-миллионные затраты государственного алкогиганта «Башспирт» на так называемое исследование алкорынка. Менеджмент «Башспирта» не смог уклониться от грозных запросов непримиримого депутата и объяснил, что 500 миллионов рублей – вполне себе сносная сумма для удержания той доли рынка алкоголя, которую сейчас контролирует «Башспирт». Ну, не знаю, как Виталию Милонову, но мне подобные объяснения убедительными вовсе не показались. Видимо, нынешний менеджмент «Башспирта» совершенно не вдохновлен примером своих же собственных предшественников, ныне сидящих в СИЗО или под домашним арестом. Кстати говоря, трое обвиняемых руководителей «Башспирта» из числа предыдущей итерации руководителей алкогиганта получили продление санкций на арест на этой неделе и проведут в СИЗО или под домашним арестом, по крайней мере, время до 10 октября текущего года. А там, как говорится, видно будет. Ну, рано или поздно, сколько веревочки не виться, а суд над бывшими менеджерами «Башспирта» все-таки должен состояться. Очередное фиаско накрыло предвыборные пляски с бубном ради Хабирова. Стоило ему только расхвалить самого себя по части развития железнодорожного транспорта в Республике Башкортостан, а именно анонсировать запуск в Башкирии нового поезда «Финист», как этот самый чудо-аппарат, тут же сломался в первом же рейсе, не доехав из Уфы до Белорецка. Поезд встал, двери заклинило, и пассажиров с трудом выковырили из этого чудо-транспортного средства, пересадили в обычную ржавую электричку и довезли с грехом пополам до пункта назначения. Складывается впечатление, что даже техника протестует против того, чтобы к ней приближался оттай всех башкир. Не знаю, так это или не так, но на всякий случай не советую летать теми рейсами или самолетами, которыми пользуются ради хабиров или хотя бы упоминают в своих речах. На мой взгляд, метафизически это все-таки опасно. Еще совсем недавно вся прогрессивная общественность Башкортостана негодовала по поводу внезапного освобождения из колонии уголовника Комлева, обвинявшегося в хищении более чем 2 миллиардов рублей у сотен дольщиков Миловского парка. А также та же самая прогрессивная общественность возмущалась до смешного мягким приговором высокопоставленным чиновникам Авзалову и Жулькову, которых, собственно, приговорили к мизерному штрафу за многомиллионный ущерб бюджету Башкортостана. И вот случилось первое чудо. Верховный суд Республики Башкортостан по настоянию прокуратуры отменяет подозрительно быстрое условно-досрочное освобождение Комлева и отправляет его обратно за решетку. Но прокуратура не останавливается на достигнутом и требует ужесточения наказания в отношении все тех же Авзалова и Жулькова. Надзорный орган обоснованно полагает, что принцип соразмерности наказания содеянному необходимо соблюдать не только в отношении рядовых граждан, но и даже в отношении любимчиков дорогого Радио Фаритовича. Ну, как говорится, ждем второго чуда и водворения Авзалова и Жулькова на нары. На минувшей неделе в спокойном болоте башкирской политики случился скандал. На этот раз бомбануло коммунистов Башкортостана. Они заявили, что не согласятся, не признают законными выборы в Уфимском районе, в райсовет Уфимского района. По причине того, что к этим выборам не допустили список их кандидатов. Ну, собственно, почему-то они заявили, что признают недействительными только вот эти муниципальные выборы. Скандал с территориальной избирательной комиссией Уфимского района уже вышел на федеральный уровень. И тем удивительнее то, что смиренно помалкивает как бы конкурент Радио Хабирова от КПРФ Артур Шайнуров. Ну, видимо, боится спугнуть свою фортуну. Ведь общеизвестно, что если исполнить роль конкурента Хабирова на выборах правильно, тебя ждут вкусные плюшки и всякие приятные должности. Если честно, то вся эта натужная возня с изображением непримиримости коммунистов это даже не смешно. Особенно не смешно на этом фоне выглядит странное поведение господина Шайнурова. Продолжающийся второй месяц опрос на телеграм-канале «Открытая политика» уже набрал более 4700 голосов. Наши подписчики отвечают на вопрос, как они проголосуют в сентябре на выборах главы Республики Башкортостан. Результаты голосования не особенно изменились за текущую неделю, лишь упрочив представление о бедственном положении Хабирова всего лишь за три недели до голосования. Результаты сейчас таковы. 37% опрошенных намерены проголосовать против Хабирова, отдав свой голос любому другому кандидату. 27% вообще отказываются участвовать в фарсе, предпочитая, как говорится, не пачкаться. 10% намерены протестовать, испортив избирательные бюллетни. И только 26% согласились с тем, что Хабиров в состоянии править регионом еще один срок, еще четыре года. Кроме нашего опроса, избиратели Республики Башкортостан запустили и другие интересные инициативы. Например, набирает обороты флешмоб «Хабиров, уходи в социальных сетях». Запущена своеобразная копилка воспоминаний. Это такое место, куда все желающие могут опубликовать неисполненные обещания радио Хабирова. Коих накопилось уже сотня. Например, стадион в Кумертау, который Хабиров клятвенно обещал построить перед своими первыми выборами в далеком 2018 году. Но так и не построил. Ну или ремонт улицы Рабкоров. Или корпус кардиоцентра. Или выезд из Кузнецовского затона. Ну и так далее, и так далее. Все эти обещания Хабировам не исполнены. В целом, уровень недоверия населения Республики Башкортостан к радио Хабирову очевиден. Он очень высок. И тем больше у жителей Республики Башкортостан вопросов к федеральной власти и к Владимиру Путину лично. Неужели великий лидер России не видит и не понимает очевидного происходящего в Республике Башкортостан? Редактор субтитров А.Семкин